Друзья, всем привет! Это видео будет полезно тем, кто хочет не просто ловить рыбу, но также увековечить все самые яркие и запоминающиеся моменты со своих рыбалок не только в памяти, но также и на видео. Для тех, кто хочет снимать свои рыбалки на экшн-камеру и потом либо канал свой открывать и делиться видео с людьми, либо просто для себя, чтобы потом пересматривать и заново вспоминать яркие моменты с рыбалок, а также вести некий такой рыболовный дневник, видеодневник, очень полезно, кстати. Это видео будет полезно всем тем, кто занимается активным отдыхом, кто снимает свой отдых на видео, используя экшн-камеры. У меня тут Муська хулиганит. Мусь, ты меня отвлекать будешь? Может быть ты немножко погуляешь? Нет? Ну, Муська, давай, дуй отсюда. Муська меня немного прервала, но давайте продолжим. Это видео будет о том, как защитить и сохранить свою экшн-камеру во время съемки, во время перемещения по жестким природным условиям. То есть, когда мы на рыбалке, нас всегда окружают какие-то внешние воздействия со стороны природы. Это может быть температурное воздействие, может быть климатическое. И самое распространенное, конечно, это механическое. Поэтому экшн-камеру нужно как-то защищать, чтобы первая же рыбалка не стала последней. Чтобы мы не сломали ее во время транспортировки или во время, собственно, съемки и перемещения по пересеченке, вот этой, которая встречается у нас на водоемах. Если вы спиннингист и много перемещаетесь, то это обязательно. Итак, самое первое, что нам нужно обязательно, это кейс. Какой-то жесткий, достаточный кейс, в котором мы можем перевозить нашу камеру. Это основа основ. Если вы покупаете себе экшн-камеру, то раскошельтесь, заплатите 300-400 рублей и купите себе вот такой кейс. Кейс, если хотите сэкономить, закажите с Китая. Вот это заказанное с Китая стоит, по-моему, полтора доллара или даже меньше. То бишь это 100 рублей. Зато он жесткий. Ну, проминается, конечно, но все равно его прочности, его жесткости хватает для того, чтобы защитить камеру от каких-то не сильных физических воздействий. Естественно, этот кейс не спасет вашу камеру, если вы его уронили, прошлись там по нему, машины переехали. Но от каких-то таких не сильных воздействий он спасает. То бишь камера лежит в кейсе у нас в сумке, рядом лежит, например, коробка с воблерами. Она никак не сможет пробить, промять нашу камеру, если мы возим вот так вот все вместе. Помимо того, что такой кейс спасает от механических повреждений нашу камеру, он также спасает от влаги. Мы, например, снимаем, снимаем без аквабокса. У меня вот его нет, например. Снимаем, начинает накрапывать дождь. Я всегда ношу кейс с собой в сумке. Начинает накрапывать дождь. Я снимаю камеру, убираю в кейс. А если уж совсем ливень, то у меня с собой на это дело есть еще целлофановый пакет. То бишь еще кейс убирается в целлофановый пакет и все это убирается в сумку. Все, стопроцентная защита от дождя. Если хотите снимать во время дождя, то покупайте аквабокс. Если не хотите снимать там под водой или во время осадков, тогда аквабокс вам не нужен. Если к камере он уже идет в комплекте, но тут без вариантов, как говорится. Но вот к этой камере Xiaomi, например, аквабокс покупается отдельно, как и все остальное. Я его покупать пока что себе не стал, так как он мне не нужен. Там может быть осенью или зимой, когда обильные осадки, тогда может быть куплю пока что, снимаю без него. Вот такой кейс стоит копейки. Он стоит 150-200 рублей. Ну максимум 300-400. Я не знаю сколько они стоят в магазинах, я заказывал из Китая. Где-то полтора доллара это, 100 рублей. То бишь потратить 100 рублей и сохранить свою камеру, ну я думаю это нормальный приоритет, чем сэкономить, подумать, да фиг с ним. И на первой же рыбалке что-то случится. Не нужно экономить на таких вещах. Купили, положили, спокойно, все. Далее. Вот это пока что отложим. Не менее, а наверное даже более важная вещь, чем вот этот самый бокс, кейс. Это вот такая вот силиконовая заглушечка, которая является крышечкой для объектива. То бишь на всяких фотоаппаратах, на видеокамерах есть защита объектива, закрывающейся створки или накидной колпачок, такая же крышечка. То к таким камерам, к экшн камерам, обычно ничего такого не идет. И вот я отдельно также, по-моему, за доллары или даже меньше того, с Китая заказал себе вот такую вот силиконовую крышечку. Она идеально подходит под размер объектива камер Xiaomi, CJ, GoPro. То бишь она идеально к ним подходит. Для чего же нужна эта крышечка? Ну я думаю, каждому понятно, что она нужна для того, чтобы защитить объектив. Когда мы перемещаемся по водоему, мы все время пролазим где-то через кусты, какой-то лес может встретиться, лесополоса на берегу реки или озера. Еловый лапник, высокая крапива, любой кустарник. Да даже просто мы поскользнулись и упали. Любой такой момент, он чреват тем, что мы можем поцарапать или загрязнить объектив нашей камеры. Если загрязнили, еще не так страшно, но поцарапали, все. У вас будет где-то в кадре висеть такая белая сопля, как у меня друг это называет, как вот у меня раньше было на моем фотоаппарате. Те, кто смотрит мои видео, постоянно помнят, что раньше я снимал на фотоаппарате, и там посередине объектива был такой белый след. Это как раз вот царапина от того, что я лазил через кусты и где-то поймал ветку. Здесь же я рисковать не стал. Вот купил себе такую фиговинку. Стоит меньше доллара. Надевается прекрасно вот так вот. Руками я стучу. Прекрасно одевается на объектив камеры. Защищает ее от веток, от грязи. То бишь мы подошли на точку, сняли, включили камеру, половили. Перемещаемся, камеру выключили и надели сверху на объектив вот этот колпачок. Все, мы можем спокойно лезть через кусты и траву. Ну, конечно, без фанатизма, потому что пыльца, какая-то грязь, иголки, она может набиться и в кнопки камеры, и в разъемы. Конечно, нужно все равно быть аккуратным. То бишь не ломиться, как черт, или как там это говорится, как бык. Как вот недавно тут на рыбалке стадо быков ломилось через кусты, мы еле ноги унесли. Вот так же и здесь. Не нужно ломиться, оголдело, сломя голову. Нужно все равно выбирать дорогу. Тем более перемещение по пересеченке чревато чем? Травматизмом. Это раз. То, что в траве высокой все время есть повальные деревья, бобровые ямы, просто неровности берегов. Это опасно, очень опасно, реально опасно. Я много раз падал, проваливался в бобровые дырки. Это реально несет в себе достаточно серьезную угрозу для здоровья. Можно реально сломать ногу или даже хуже. Поэтому всегда нужно смотреть под ноги. У меня тут немножко видео об том, как сохранить экшн-камеру, переходит в то, как сохранить себя. Но я думаю, что все равно нужно это сказать. Лишнее не будет. Итак, первое это травматизм. Второе это змеи. Потому что, смотря какой регион нашей страны, разное количество самых разных змей. Я не знаю, где живете вы, поэтому не знаю, какие у вас живут змеи. У нас из змей живет только гадюка обычная. Но даже встреча с ней не особо приятная. Не факт, что это будет летальный исход. Далеко не факт. Но в больнице полежать придется. Поэтому как-то не очень хочется встречаться тоже со змеями. Тем более наступать на них. Поэтому первое, что мы смотрим. Места, где мы можем получить травму. То бишь поваленные бревна, ямы и так далее. Второе, смотрим змей. Третье, это клещи в высокой траве. Всегда лучше, когда мы через нее ходим, попрыскаться чем-то. Антиклещином. И, соответственно, хорошо экипироваться. Чтобы у нас не было нигде таких мест, где клещ может пролезть к коже. Ну и четвертое, наверное, самое опасное. То, что мы можем просто свалиться в реку. Где-то берег просто может быть накрыт травой. Нависающий карниз и так далее. Мы лезем, лезем, лезем. И теряем под ногами просто почву. И улетаем с обрыва вниз. Со мной один раз такое было. Больше купаться я так не хочу под обрывом. Когда еще негде вылезти. Пришлось проплывать вместе со спиннингом. Небольшой участок, чтобы найти более-менее пологий берег и вылезти. Так что на ошибках учатся. Я на своих ошибках уже научился. И советую вам всегда быть аккуратными. Не лететь, никуда не торопиться. Рыба никуда не денется. И рыба того не стоит. Самое главное, это сохранить себя. Ну и свою камеру тоже. Так давайте перейдем к следующему. Что нам помогает сохранять камеру. Тут понятно. При перевозке и транспортировке жесткий кейс. При переходах колпачок на линзу. Если совсем уж жесткие условия. Какие-то палки. На нас сверху там падает постоянно какая-то почка. Вот этот. Ивовый цвет. Ураганный ветер. Когда какие-то палки сверху валятся. Когда пыльца. Когда есть небольшая влажность. То бишь в воздухе это туман. Это слабый дождь. Изморозь. То лучше использовать вот такую вот рамку. Металлическую. Она также защищает, во-первых, от механических повреждений. Она твердая. Сделана, видимо, из сплава алюминия. Я не знаю, я не магнитил, не проверял. Но, скорее всего, это какой-то дироалюминий. То бишь она твердая, она легкая. Она нам не мешает. Есть все разъемы под кнопки. К этой камере она подходит идеально. Какой у нее плюс? Ну, во-первых, это защита дополнительная от механических повреждений. Во-вторых, небольшая защита от влаги в чистом виде. Но если мы подсудим вот сюда вот, между камерой и рамкой кусочек пластиковой бутылки или даже слюды простой, то это защитит нашу камеру, кнопки камеры от попадания туда воды. Не проливного дождя, не какой-то там, не знаю, цунами, если вас накрыло. Я говорю о моменте, когда небольшая влажность. Это утренний туман, когда садится, когда насыпается. Или когда мороз идет такая холодная, ненастная погода. Знаете, когда вот слякотно, все время такое промозглое состояние идет мороз. Вот от этого такая система защитит. Если начинается достаточно такой нормальный дождик, даже грибной, не то что ливень пролитью, а даже такой грибной дождь, обязательно снимайте камеру, если у вас нет такого бокса. Вы ее утопите, ну, буквально двух капель достаточно, чтобы они попали в подкнопку или в микрофон. Все, микрофон еще черт с ним, он может просто стать глухим, пока капля там не высохнет, а сохнуть она будет очень долго, потому что там некуда ей особо выпариваться, дырочка очень маленькая. А вот если она попадет в кнопку и протечет внутрь, все, то же самое, если попадет в разъемы. Утопить камеру большого ума не надо, а вот сохранить камеру нам нужно обязательно. Поэтому, чем более мощно на рыбалке мы сможем защитить свою камеру от механических, от любых других природных воздействий, тем лучше. Если мы можем защитить ее от воды, не от пролитья, опять же я говорю, не от пролитья, а просто от влаги, мы защищаем. Если хотим ловить под дождем, обязательно аквабокс. Если мы перемещаемся где-то через кусты, обязательно крышечка на объектив. Если мы ее перевозим и не в родной коробочке, то обязательно вот такой вот чехольчик. Все, вот этих вот в принципе агрегатов, вот этих вот девайсов, их достаточно, чтобы банально защитить свою камеру от того, чтобы ее не угробить, ну буквально за одну-две рыбалки. Конечно, все считают себя там аккуратными, со мной такого не случится, да что там. Не случится, да. Один день не случится, второй не случится. На третий какая-то шальная палка летит тебе в лицо, где-то ты там наступил на нее, она провернулась под ногой и летит тебе в лицо. Ты пригибаешься и место лица прилетает в камеру. Или просто какая-то ветка или лапник от елки. Хлоп и по лицу даст неплохо и камеру все расцарапает. Поэтому всем, кто хочет снимать свои рыбалки на видео, ну и не только рыбалки, любой активный отдых, который сопряжен с прямым контактом с природой, всем настоятельно советую купить вот такие вот девайсы. Вот на все на это вот ушло у меня, ну не помню, по-моему рублей 500. Самое дорогое, самое дорогое это вот эта вот фиговина, она стоит по-моему рублей 400. Ну и вот эти две в совокупности стоят 200, то бишь на 600 рублей. Я не считаю, что это такая огромная деньга, которую стоит жалеть и потом поплатиться тем, что у вас загнется камера. А у меня, увы, в кадре темнеет, потому что пришла туча. Что еще сказать? Если вы реально хотите сэкономить, заказывайте все это с Китая. Здесь такие прибамбасы стоят в 2-3, даже в 5 раз дороже могут стоить они в наших магазинах. Грудное крепление, которое сейчас на мне, самое дешевое, которое я нашел, стоит в нашем городе 1600 рублей. Это самое простое. Крепление от GoPro стоит 3200 рублей. То, которое на мне, с которым я езжу на рыбалку, снимаю уже больше трех месяцев, наверное, оно стоит 400 рублей. Чувствуете разницу? В 4 раза дешевле самого дешевого, который продается в наших магазинах. Качество такое же, ничем не хуже. Вот и все. Если хотите сэкономить, вот такие мелочи спокойно покупайте. Обязательно купите себе вот такую маленькую заглушечку. Она спасет вашу камеру и будет, камера вас будет радовать долгие годы. Будете снимать свои рыбалки, делиться на ютубе с людьми, сами пересматривать. Самое главное, мы снимаем для кого? Для своего зрителя, то бишь для вас, друзья. И для себя, чтобы пересматривать, радоваться каким-то моментам, какие-то горькие моменты. Я тоже, кстати, их снимаю, какие-то вставляю в видео, какие-то оставляю для себя, чтобы потом пересматривать и говорить себе, вот так делать не нужно. И также это полезно, как дневник. Вы просто можете вести такой видеодневник и смотреть, как меняется динамика клёва от сезона к сезону. Когда начался клёв в прошлом году? Когда в позапрошлом? Вы просто снимаете и оставляете у себя там папки с датами. Или просто по моментам выкладывания видео на канал. Если вы выкладываете видео в день, когда вы порыбачили, сразу смонтировали и выложили. Как я иногда делаю. В основном, в принципе, я так и делаю. Потому что руки чешутся, приехал после рыбалки, эмоции переполняет. Хочется скорее всё это соединить и показать вам. Поделиться, чтобы вы оценили, сказали хорошо или плохо. В принципе, любую оценку я принимаю. Также я часто в видео вставляю кадры. Они, в принципе, мало связаны с рыбалкой. У меня половина ролика может быть вообще без рыбы. Просто с видами природы. Я вставляю это, потому что некоторые люди любят смотреть именно красивые виды природы. Мне люди пишут, говорят, красиво снимаешь, красивые места. Природа красивая у тебя. Поэтому я стараюсь, если наснимал каких-то красивых планов, красивого водоёма, но не поймал я рыбу в это время. Жалко выбрасывать, просто удалять эти файлы. Я всё равно режу какие-то самые красивые моменты и вставляю видео. Поэтому не бессудьте, те, кто смотрит мои ролики. Если там в середине ролика или в конце ролика будет целый кусок в 5-7 минут без рыбы, просто где я там прокидываю, какие-то интересные места облавливаю. Главное, что они красивые. Вы не думайте, что только рыба важна на рыбалке. По-моему, самое важное это природа, это единение. Конечно, опыт важен, спортивные составляющие и так далее. Да, всё важно, но именно вот тот дух единения с природой, это самое главное. Поэтому я не люблю городскую рыбалку. Ну а на этом всё, друзья. А то я тут уже затрепался. Видео будет, наверное, называться «Как защитить камеру и моя болтовня». Болтовню я ставлю, не буду вырезать. Если кому-то она интересна, тогда поставьте палец вверх. Если я вас тут замучил левой болтовнёй, тогда, конечно, вниз. А мне остаётся пожелать вам удачи, хороших рыбалок и ни хвоста, ни чешуи. Снимайте больше видео и делитесь ими. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!